здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня хочу поделиться с вами засолкой огурцов на зиму своем рецепте для начала для засолки огурцов на зиму нам потребуются сами огурцы которые нам нужно было предварительно намочить и оставить в воде на два часа в холодной воде в обычный в любой который у вас есть из-под кранами вот просто холодная вода они у вас должны полежать два часа после этого мы начинаем закладывать специи которые нам нравятся в банку в моем случае это смородина можно порвать руками кому как нравится вот на дно банки мы сейчас с вами все это заложим смородина листочки вишни повторюсь может быть кто-то не смотрел мои малосольные огурцы листочки вишни нам нужны для они работают как антибиотик это нам нужно обязательно ну и что-то наверно тоже я так думаю даю все равно свой запах вот тоже на дно кладем вот такая красота будет еще листочки остались смородинки так ну думаю вишни наверно достаточно так следующий у нас идет это хрен хрен обязательно тоже нужен помельче порежем меня я взяла два листочка хрена и вот у меня на две банки я думал мне этого будет достаточно вот теперь начинаем закладывать огурцы еще раз напоминаю огурцы у меня пролежали два часа в холодной воде это важно для засолки огурцов это важно если делаете малосольные огурцы этого делать не нужно пока мы с вами все это делаем у меня на плите если вы обратите внимание уже греется вода я вот так вот произвольным чем мельче огурец тем он больше хрустности в нем будет я большие крупные огурцы не люблю у меня дома тоже не очень все их любят поэтому у нас любят маленькие огурчики вот у меня что было сегодня в парнике нарвала и решила я их посолить на зиму вот вот мы с вами сейчас больше половины насыпали да дальше наше с вами действие мы делаем берем укроп укроп да и теперь укроп закладываем заложим опять-таки не сдерживая себя укропа если чем больше укропа огурцы будут тушистей вот такая красота получается и чеснок и чеснок и дальше огурцы опять как я все рассчитала мне прям на две банки красота трамбовать сильно надо потому что они у вас поломаются и соответственно эффект уже в огурцы будет не тот так вот что мы делаем у нас прям какое количество я не взвешивала не знаю какое количество тут я вам помочь никак не смогу и наверх я все время кладу по одному зонтику еще просто зонтики на литр воды у нас с вами идет одна столовая ложка сахара без горки и три столовых ложки соли также без горки вот здесь у меня 4 литра воды соответственно у нас будет 4 ложки сахара раз так вода у нас с вами на грани закипания дымок идет но она не бурлит не кипит на этом этапе можно остановиться не обязательно ее кипятить потому что огурцы у нас с вами все равно еще будут стоять они будут еще как минимум дня два-три стоять закисать поэтому на этом этапе уже достаточно соль сахар мы сюда положили и вот теперь разливаем по банкам по чуть-чуть сначала в одну потом другую сразу если наливать то могут банки треснуть и старайтесь лить в середину на огурцы наливаем прям ну прям полную полную во-первых у меня сейчас еще воздух улыдет наливайте полные огурцы банки перед этим я не стерилизовала просто помытые чистые вот прям как есть так и наливаем наливаем вот полная полная теперь наши действия что мы делаем мы с вами можно просто прикрыть фольгой можно просто прикрыть крышкой но не закрывать чтобы воздух был был доступ воздуха немножко оставить небольшой зазор и оставляем все так до момента пока у вас не начнет оставляем все в тепле не начнет появляться пена вот можно такими крышечками накрыть я из вольги сделала небольшие крышечки доступ воздуха туда есть и в таком виде мы их оставили в тепле больше мы не трогаем можно прямо так на столе оставить они вмешаются но можете куда-то убрать со стола но они должны стоять теплом месте так ну что смотрим прошло полтора суток и вот у нас с вами появилась пена видите вот только начала появляться поэтому вот сейчас время у меня начинали мы с вами квасить они квасить солить огурцы это было где-то 10 30 утра а продолжаем сейчас время 10 30 вечера следующего дня вот полтора суток вот или какие наши действия что мы с вами делаем мы сейчас берем вот так вот сдержим рукой переворачиваю здесь раз выливаем в кастрюлю и вам нам надо его прокипятить сейчас мы его прокипятим и зальем обратно так ну вот рассол закипел и мы с вами начинаем его заливать обратно все закипело еще забыла добавить если когда вы первый раз заливаете рассол у вас остался немножечко рассола оставьте его в кружке он может потом понадобится потому что может не хватить и вот начинаем мы с вами заливать обратно все это что мы делаем а теперь мы сюда прям в горячую в горячей банке добавляем по одной столовой ложке водки оп ну чуть больше у меня получилось для чего водка водка дает дополнительную крепость огурцу вот и дальше у нас с вами кипят также кипят крышки прям вытаскиваю так вот вилкой и горят все огурцы мы с вами закрыли теперь они у нас с вами остынут и завтра отнесем мы их в холод прохладное место не укутываем ничего не делаем вот так они у вас у меня до утра пролежат огурцы и я их отнесу завтра в пуголь всем приятного аппетита делитесь своими рецептами радуйте своих кормить и радуйте своих родных и близких всем спасибо